Не пройти, не проехать. Собственники сразу нескольких гаражных кооперативов в районе очистных сооружений оказались в настоящей блокаде. Вот уже почти две недели они не могут подобраться к строениям на автомобилях. Всему виной разбитая песчаная дорога. Недавно коммунальщики начали возводить новую. Старую перекрыли, а территорию засыпали огромной песчаной кучей. Теперь все машины, включая грузовые, ездят перед гаражами. Другого пути пока нет. Колеса очередного автомобиля – неподвижная машина Игоря Макарина – зарылась в песке. Сократить свой путь с Кармановки до города ему не удалось. Теперь шутит мужчина о срочных делах можно позабыть. Лопата и доски выбраться из песка не помогают. На помощь подъехал другой водитель. Несколько плавных нажатий на педаль газа и машина освобождена. На этом приключения Игоря не закончились. Только стоило сдать задний ход, как колеса автомобиля вновь зарылись в сыпучем песке. Ребята только что смогли выбраться из ямы. Мы проехали буквально три метра и вновь застряли. Сейчас пойдем вместе все помогать. Не остался в стороне и наш телеоператор. Несколько недель назад на грунтовой дороге, проходящей возле очистных сооружений, начался ремонт. По плану ее хотят заасфальтировать. Соответственно, популярный путь среди наринмарских автолюбителей на неопределенное время перекрыли. Машины начали ездить вот по этой дороге, возле гаражей. И легковые, и грузовые, включая КамАЗы. Печальных последствий ждать долго не пришлось. Грунтовка полностью разбилась и теперь больше стала напоминать песчаные барханы. В Себенке уж мог бы город найти, если здесь машины постоянно расстояние сокращают, как бы с кармановки в город. Зачем ехать по дороге, по светофорам? Буквально здесь две-три минутки и вы сконечное на конечное, согласитесь, да? Уже можно было здесь и отсыпать хотя бы, если знают, что здесь весь город ездит. Здесь и таксисты ездят, и частники, и милиции, и скорые здесь все ездят. В свои гаражи попасть не могут десятки человек. И если пешком пройти еще можно, то на автомобиле, особенно легковом, и близко не подъехать. Гаражи есть, попасть не можем, света нету, весной плаваем, летом заехать не можем. Если у кого полноприводные машины, те заедут. А у кого легковушки, они у дома их держат. Ну что, сами видите, тут не пройти, тут вообще не проехать. Для вас, как для жителя, насколько вообще-то неудобно? Что сделаем? Кому что ставить? Неудобно? Не ходи. Что заставляет ходить? Никоди. Собственников гаражей сейчас волнует всего один вопрос. Когда откроют основную дорогу возле очистных сооружений? Ведь пока она не заработает, машины и дальше будут ездить возле кооперативов. Во время съемки репортажа на строительной площадке нам удалось встретиться и пообщаться с мастером Доримстроя, который занимается реконструкцией дорожного полотна. Впрочем, говорить что-либо на камеру мужчина категорически отказался. Дозвониться на предприятие нам тоже не удалось. В офисе постоянно отсутствует начальство. Видимо, все дороги ремонтируют. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. После нам все же удалось связаться с главным инженером предприятия Доримстрой. Сергей Шабунин рассказал в телефонном интервью о сроках строительства новой дороги, которая соединит улицы Полярная и Рыбников. С строительством дороги улицы Полярная и Рыбников, дорога соединяет две улицы, проходит через дамбу бронечных сооружений. Окончание строительства сентября текущего года. Покрытие будет асфальтобетон.